Итак, приветствую вас на нашем курсе по Китаю и Турции. На этом уроке мы с вами сегодня поговорим о выходе на китайский рынок, то есть как нам заказывать товары из Китая, из Турции, на каких сайтах, по какой цене, в том числе прочитаем и юнит-экономику. Все это, по сути, будет у нас в одном курсе, довольно полезная информация. Меня зовут Семен, я как раз-таки помогу вам в этом вопросе, и вы научитесь выходить на другие рынки других стран, в том числе искать товары по доступной цене, по дешевой цене, как для продажи на маркетплейсах, либо в ваших офлайн-магазинах, в том числе для личного какого-то потребления. Итак, в принципе, мы можем с вами рассмотреть непосредственно сайт, первый китайский, довольно популярный, это Alibaba. Это сайт закупа непосредственно товаров, то есть вот так вот он выглядит. Сайт довольно прост в усвоении, да тут можно прям зарегистрироваться, по сути, все даже на русском языке непосредственно, несмотря на то, что сайт китайский. Это, кстати, его отличие от сайта, например, 1688, который делается на китайском языке. Но непосредственно мы с вами даже этот момент обойдем и сможем все смотреть на русском. Непосредственно здесь мы можем с вами перейти, и прямо здесь в товарах, да, искать, какой вам там необходим продукт. Ну, к примеру, первое, да, что нам предлагают, кухонный гарнитур, косметичка, то есть, ну, это как пример, да, что вы можете найти. Ну, к примеру, вот даже есть iPhone. Давайте посмотрим iPhone. А за сколько купить iPhone, да? В том числе сравним, наверное, с вами с российскими товарами. Вот мы с вами видим, что есть быстрая зарядка, да, но это Powerbank, это не iPhone сам по себе. Тут есть высококачественный сотовый телефон для iPhone 6s 7.8 Plus дисплей, да, то есть мы можем с вами смотреть аккумуляторы всякие, но, как правило, почему-то телефон он конкретно не показывает. Скорее всего, может быть, вот, БУ для мобильных телефонов. Тачскрин. Так, 580 долларов, 630 долларов. Минимальный заказ 2 штуки, то есть имейте в виду, видите, как, то есть тут пишется внизу, а непосредственно под каждым товаром от скольки штук вам могут продать данный продукт. Вот, например, здесь, соответственно, да, высокого качества, так, для iPhone 14 Pro Max, телефон США, версия, разблокированный, 128 гигабайт, оригинальный смартфон, 5G, система iOS, в общем, всю информацию можно прочитать тут от одной штуки. Здесь, как мы видим, от двух штук. Ну, в такой ситуации, что делать, конечно, вам вряд ли нужен будет. Тут два iPhone, вы можете с кем-то договориться, например, в России здесь, да, спросить там во всяких ваших группах местных, либо у своих знакомых, может, кому-то нужен iPhone, и, собственно говоря, скооперироваться с этим человеком и заказать два iPhone. Один вы отдаете ему, соответственно, один забираете себе. То есть я думаю, что это не так сложно. Но, естественно, можно найти даже и от одной штуки. Тут есть всякие фильтры. За этими фильтрами тоже можно наблюдать, да, непосредственно. То есть смотреть по характеристикам, те, которые готовы к отправке. Минимальный закуп, то есть менее, да, то есть, например, если мы поставим менее минимальный закуп, там, например, одна штука. Нам поменяет все на одну штуку. Теперь мы видим сами iPhone за одну штуку. Но не все видите, как iPhone. Тут есть магнитная беспроводная зарядка, чехол. То есть много всяких других прибамбасов, которые они добавляют в категорию iPhone. То есть тут идет не только iPhone, а еще все, что к ним относится. Непосредственно чехлы, какие-то защитные пленки и так далее. Ну, категория. Давайте вот мы попробуем выбрать мобильные телефоны. Может быть, он нам так и покажет. В принципе, заводская цена. Смартфон. Вот мы видим, да, с вами 14 Pro. Давайте посмотрим, что он тут нам предлагает. Чехол непонятный, либо же это телефон. Новое поступление Android смартфона 6,5 дюймов. Разблокировка 2 сим-карты. Двойной режим ожидания для iPhone Mobile. Ну, а тут непосредственно говоря, цена 69 долларов. Время обработки 15 дней. Если вы не умеете считать как бы в долларах, да, то вы можете просто-напросто... Во-первых, тут можно, по-моему, поменять на Россию, да, непосредственно на рубль, если он здесь есть. Это все не то. Ливанская, турецкая, как я понимаю, да, здесь все есть. Польская, нигерийская даже. Сербская, ну, можем найти, не знаю, как там, к примеру, вот так, в поиске, может быть, российский рубль. Вот видите, нашли. Нажимаем сохранить. Эта валюта недоступна для заказа, но вы можете присматривать товар с ценой, указанной в этой валюте. Так, то есть мы нажимаем сохранить, и нам будет показывать, как бы, да, в рублях. Вот теперь видите товар. То есть от 1 до 4 штук мы за 7200 покупаем данный товар, как мы видим. Объем памяти 512 гигабайт, 16 грамм. То есть непонятно все-таки, да, что это именно, телефон ли или нет. Мы можем, в принципе, менять. Это, видимо, все-таки, да, чехлы, конечно же. Время исполнения, как мы видим, да, пишут, то есть за сколько дней прибудет к вам непосредственно в ваш, так скажем, город, либо уже в Москву. Из Москвы уже пойдет по регионам. Тут непосредственно показаны платежи, то есть какими платежами вы можете оплатить, да, данный товар. В том числе там и Мирпэй есть, и Виза, и Мастеркарты. В принципе, все здесь работает прямо на сайте. Непосредственно что еще мы можем с вами здесь увидеть? Скорость ответа. Скорость ответа, видимо, от поставщика это больше 24 часов. Непосредственно поэтому указывайте сразу всю необходимую информацию. Когда вы хотите задать вопрос, что-то там уточнить, лучше пишите все одним текстом, сразу все вопросы, которые вас волнуют, и непосредственно проблем не будет. Иначе потом вам придется ждать еще, 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 и потом будете так вот месяц выбирать только товар и общаться с поставщиком. Здесь есть кнопочка отправить сообщение, для этого нужно войти. Я вот не заходил в аккаунт, поэтому как бы по сути там показывать особо нечего. Вы переходите в чат с продавцом и пишите свои вопросы. На каком языке писать, я бы порекомендовал, наверное, все-таки на китайском. Если вы все-таки, конечно же, наверняка не знаете китайский, вы можете перейти в Google Переводчик и непосредственно написать там свой текст. Текст пишите на русском, и потом непосредственно он вам переводят на китайский. Выбираем русский, с которого мы будем писать, и китайский, на который мы хотим перевести. Упрощенно выбираете, и пишите, ну, к примеру, да. Здравствуйте, меня заинтересовал ваш товар. Подскажите, можно ли заказать товар в ближайшее время? Ну, к примеру. И он, видите, переводит в эти все иероглифы китайские. Вы просто нажимаете там скопировать. Это я, к примеру, задал вопрос. Конечно, вопрос довольно странный. Конечно, если товар на сайте, вы можете его заказать. Просто вы можете задать любой вопрос, естественно, касаемо вашего товара. Может быть, что-то уточнить или еще что-то. Копируете непосредственно и вставляете потом в, собственно говоря, чат с продавцом. И он, естественно, китайский знает. Ну, категория, да, довольно-таки странноватая. Можем, конечно, выбрать какую-то другую категорию. К примеру, напишем полотенце кухонное. Ну, к примеру, да, и выберем этот товар, посмотрим. Вот мы здесь, соответственно, видим, да, что минимальный заказ у нас 200 штук. И за одну штуку непосредственно должны отдать 30 или 40 рублей. Ну, от 30 до 40 колеблется. Видимо, это все-таки зависит от закупаемой партии. То есть, если вы закупаете 200 штук, вы платите 39 рублей, 98 копеек. Если вы заказываете там больше, да, то есть непосредственно сколько можно увидеть прямо здесь. Ну, к примеру, да, все расписано. До 2000 штук вы оплачиваете 40 рублей, если вы заказываете партию. Если вы заказываете от 2000 до 5000 штук, вы платите 36 рублей. Если вы заказываете от 5 до 10 тысяч штук, вы оплачиваете 33 рубля за штуку. Если вы покупаете больше 10 тысяч, непосредственно тратите всего 30 рублей за одно полотенце. Ну, собственно говоря, данный товар мы потом сможем с вами проанализировать в следующем уроке, да, посмотреть и сравнить с ценами на оптовых сайтах каких-то в России, посмотреть, где дороже, где дешевле, просчитать юнит-экономику. Это мы можем сделать, естественно, потом. На данный момент у нас именно знакомство с сайтами, да, то есть вот мы Alibaba, в принципе, сами рассмотрели, тут ничего сложного нет. Есть готова к отправке, это непосредственно уже товар, который вы оплатили, он уже готов отправиться к вам, в том числе и центр покупателей. Но это все, в принципе, интерфейс базовый Alibaba. В том числе у нас есть также сайт 1688, вот мы на него плавно перешли. Просто в Google можно в Яндексе вбить 1688, и 100% этот сайт вам вылезет первым. Как вы видите, тут все на китайском языке. Ну, сейчас, конечно, вы ничего не понимаете, что здесь написано, но одной простой кнопочкой все решается. Вы нажимаете правой кнопкой мыши, у вас высвечивается вот такой интерфейс, вы нажимаете перевести на русский, и у вас моментально все переводится на русский язык. Довольно-таки все очень просто, и причем переводится, в принципе, практически без ошибок. Да, есть какие-то, вот видите, наложения друг на друга, потому что все-таки буквы, там, китайский эроглиф, там, один эроглиф может целое предложение значить. Здесь же у нас все-таки каждое слово, да, оно идет отдельно. Поэтому налезает на другое, но по сути все и так понятно. В том числе, видите, здесь есть кнопочка «Найти фабрику» или еще «Промышленную продукцию». В том числе можно найти товар здесь непосредственно. Давайте посмотрим то же самое полотенце. Ну, к примеру, да, полотенце кухонное. Посмотрим, есть ли оно здесь, и сравним, может быть, даже цены. Он нас переводит в отдельную вкладку, собственно, здесь. И так, показывает нам совершенно не то, что мы, в принципе, искали. Давайте опять нужно перевести на русский и посмотрим, что он нам тут предлагает. Вот видите, спортивное полотенце предлагает. Все-таки хотелось бы найти что-нибудь наподобие. Вот, к примеру, вот такое, да, полотенце для лица из чистого хлопка, домашнее впитывающее полотенце. Собственно, здесь видим цену. Цена здесь у нас оптовая, видите, показывается по дропшиппингу и просто на заказ. Цена минимальной партии, минимум два объекта для одобрения. То есть всего два полотенца можно заказать, а не как там, от 200 единиц. Ну, как мы видим, тут есть и видео какое-то, да, интересное, которое даже, может быть, думаю, использовать потом на Wildberries. И ткани, все хорошо показано, все видно. А мы видим, что здесь 5 юаней, да, 5 юаней мы можем перевести в рубли. Опять же, делается это довольно просто в гугле. Мы пишем в гугле 5 юаней в рублях. И нам показывается 64 рубля. Там мы с вами видели заказ, да, за 40 рублей мы могли заказать. Конечно, там это намного дешевле, чем заказывать здесь. Но, в принципе, если вы заказываете себе как раз-таки, да, то есть вы хотите оттуда заказать дешево эти полотенца, опять же, цены с Россией мы потом сравним, то, по сути, здесь вы можете заказать за 60 рублей. Я не думаю, что это как-то много. Учитывая, что там заказов 200 штук, а тут всего от 2. То есть, соответственно, гораздо более выгодно. Если вы заказываете больше единиц, то, соответственно, вам идет уже скидка, да, там не 5.90 юаней, а 5.70, да, к примеру. Либо там уже больше 500 позиций, уже 5.30. Ну, так всегда, в принципе, всегда зависит все конкретно от цены закупа. Цена меняется все-таки. Цены закупа, количество закупа, все-таки это все варьируется. Так, это нам не нужно. По сути, атрибуты продукта, да, то есть показанный бренд, ремеслой спряжи. Это нам пригодится для заполнения, к примеру, карточек товаров на Wildberries. То есть, мы должны с вами понимать непосредственно, вот, к примеру, материал, да, то есть, написано, что это чистый хлопок. Непосредственно это нужно учитывать. В том числе, мастерство, там, вышивка, подшивка и так далее. Технические характеристики какие-то, да, то есть, размер 34 на 74. Цвет молочно-белый, да, нам показывает индивидуальная обработка. Ну, и так далее. В общем-то, это нам очень понадобится. Тут, кстати, можно даже расширить эти характеристики и тоже их довольно-таки хорошо использовать. Собственно, здесь еще есть описание продукта. То есть, тут это уже идет как бы реклама, видите. Тут можно еще посмотреть какие-то товары, сравнить цены. Но, как я вижу, меньше, чем 4,90. По сути, нет у нас товаров. Но подобных товаров, как мы видим, море. Вот, например, вот такие даже полотенца из бамбукового. Так, сейчас у нас откроется вкладка. Опять же, нажимаем перевести. Из бамбукового волокна для мытья лица. И данный товар стоит, в принципе, тоже минимум 2 объекта. 4,50 уже юаня, да. То есть, мы можем с вами поставить 4,50 юаней в рублях. Ну, можем посмотреть, конечно, 1 юань, да. Это будет 12 рублей. Получается, у нас будет, ну, примерно, да, 50 рублей. Стоит чуть подешевле, но, опять же, нужно сравнивать сам товар. То есть, он все-таки чем-то же отличается, правильно, от того, который мы с вами рассматривали. Может быть, качеством, может быть, размером. Но это нужно учитывать. Плюс, тут есть разные цвета, в чем плюс. А здесь я разные цвета тоже вижу, кстати. Есть темно-серый, коричневый, верблюд, как они его назвали почему-то. Это можно называть как-то бежевый, но точно не верблюд. Конечно, на Valbreast так не указываете. А, в принципе, сайт, как вы видите, довольно прост. Вы можете нажать «Заказать сейчас». Для этого, скорее всего, вас тоже попросят зарегистрироваться на сайте. Ну, да, видите, тут вход идет всякий, разные. Не знаю, если нажмем «Перевести на русский». Тут, к сожалению, не переводят. Он переводит страницу, но не вот это окошко. Но, по сути, даже Google-переводчик, банально, скрин вставили в Google-переводчик поиск по фото. Ну, как-то, в общем-то, перевод по фото. И он вам, по сути, все вполне себе хорошо переведет. Собственно, на Valbreast, конечно, тоже есть такие полотенца. Мы можем их просто вот так вот даже банально найти. Полотенца кухонные. Перейдем на Valbreast. Здесь у нас есть много полотенец, естественно. Как мы можем найти конкретно по, собственно говоря, Китаю? Да, то есть посмотреть именно страну производства Китая. Но тут я лично не вижу таких категорий. По популярности категория. Срок доставки. Бренд. Продавец. Цена. Цвет. Все фильтры. Давайте посмотрим здесь страну производства. Будет ли нам показывать здесь или нет. Состав. Размер. Количество предметов. Так. В принципе, я пока не вижу страну производства. Очень жарко, что здесь это не указывается. Мы можем открыть просто даже первую карточку и посмотреть, откуда же этот товар у нас. Данный товар. Мы можем нажать развернуть характеристики. Если здесь опять же указано. Не все указывают еще, собственно, производство. Да, тут вот я не вижу. В принципе, давайте попробуем открыть еще одну. Просто интересно, поскольку продают такие. Вот Узбекистан. Так Узбекистан нам не подходит. Давайте попробуем еще какой-то товар посмотреть. Тут, видимо, тоже не указано. Давайте попробуем еще чуть дальше. По сути, через МПСТАТ это можно сделать быстрее. Но мы действуем так, как будто бы у вас нету. Собственно говоря, МПСТАТ. Страна производства России. Россию мы рассмотрим чуть позже. Давайте посмотрим еще товар. Тоже Узбекистан. Как мы видим из Китая. Как будто бы тоже Узбекистан. Сразу вижу, сделано в России. Тут не показано. Давайте посмотрим. Вот Китай. Пожалуйста. Товар из Китая у нас пройдет по 400 рублей. Ну, к примеру, да. Закупая вот данный товар одну штучку по 40 рублей, да. Скажем. Тут в наборе 5 штук. То есть человек тратит, ну, скажем, в районе 200 рублей. Себестоимость там пока доставить, да. Там получается в районе 300 рублей. Но продает по 398. Ну, по крайней мере, это я так примерно сейчас рассчитал. Потом мы будем это делать более точно. Конечно, цена немного занижена как будто. Но опять же, как конкурировать. Если у других, по сути, цена примерно такая же. Ну, есть 400 рублей. Ну, 500. Ну, не дороже, да. Нам нужно как бы наваривать немножечко цену. Собственно говоря, все это, конечно, рассчитывается индивидуально. И мы это, по сути, будем делать в следующем уроке. Мы с вами посчитаем непосредственно юнит-экономику. Сравним товары. И сможем с вами ответить на вопрос. Где же все-таки выгоднее покупать? В России? Либо же в Китае? Ну, опять же, посчитать доставку из Китая. То есть все это нужно сравнивать, анализировать. И мы это сделаем в следующем уроке. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем уроке.